Всем привет! Сегодня посетим польский пляж. Это считается один из лучших пляжей Варшавы. По крайней мере, так пишет Google. Считается супер, мега фешенебельным. И вообще хочу пригласить всех поляков покупаться у нас на Днепре. После войны приезжайте. Вы просто будете в шоке, как у нас классно купаться и как у нас развит пляжный отдых. Правда, мусорки для сортировки захватите с собой. У нас их нет. Сверху написано джевняный мост, деревянный мост. Но по факту здесь написано про рыб. Логика, конечно, прямо-таки странная, скажем так. Но здесь уже слабо читаемая надпись. Потому что это фанера. Фанера расслоилась и потемнела. И сейчас здесь тяжело что-то прочесть. Ну и в силу этих обстоятельств мы можем только догадываться и расшифровывать эти древние руды. Озеро находится прямо-таки в непосредственной близости от частного сектора. И данный частный сектор мне чем-то напоминает Гешавец. Можете посмотреть видео у меня на канале про Гешавец в Катовицах. Тоже одноэтажный поселок для шахтеров был. Здесь плавают на лодках класса оптимист. Это очень интересное занятие. И вообще это очень прикольно. Это такие маленькие лодочки спортивного класса. То есть на них проводятся соревнования детей. В основном потому что, ну не в основном, а детей. Потому что лодка крайне маленькая. И я туда с моим ростом 180, ну помещаюсь. Может даже уже чуть больше на сантиметр-два помещаюсь. Но не просто с трудом, а прямо вот, вот еле-еле. Мы это не будем запикивать. Чтоб вы осознали все. Насколько здесь классное место для купания. Прикиньте, просто здесь будет повтор дубля. Вот как в шоке от моего предложения. Я просто только что сказал, мама, пошли арендуем парусную лодку. И мы покатаемся на ней. Утка в шоке. Она даже есть перестала. Утка, не удивляйся. Хорошая утка. Сели, выпили апельсиновый сок. Только что покормили вот уточек. И покушали сами. Сейчас пойдем там вот вынаем лодок. Спросим сколько стоит. Ой. Мусорка стоит, но мусор почему-то валяется. Сначала я подумал, что просто лень донести его до мусорки. Но потом я понял. Она просто так сильно замаскирована под вот этот вот природный стиль, что ее нельзя заметить. Правда, если у тебя зрение минус 40, ее нельзя заметить. Много алычи на берегу. Еще зеленая, но позже приезжайте, будет уже спелая и вкусная. Но она и сейчас неплохо. Получилось. Кисло. Это озеро Черняковское. И это природное озеро. Берег у него совершенно не расчищен. И оно находится под защитой, как природный объект. Оно находится прямо в черте города. Вон многоэтажки стоят. И с одной стороны его окружает частный сектор, а с другой многоэтажные дома. Видите, вон пляж. Ой, нет, не там. Вон. Польский пляж может быть расположен где угодно, знаете. Даже там. Так, вот пляж. Это маленький уголочек, вот. Вроде бы да. Да, вот. А там людей куча. И главное, больше его не делают. Не знаю почему, может потому что охраняется природа вокруг этот дикий берег. Правда, судя по количеству бутылок, не очень охраняется. Плавают. Это причем наши плавают. Прямо кайфуют. Я смотрю быстро, они отвыкли от Днепра. Может они просто редко на нем бывали. Но я как человек из Запорожья, который славится широченным Днепром, Каховским водохранилищем, хордится посреди Днепра самым большим речным островом Европы. Я не могу просто на это смотреть. Без слез. Просто не могу. Классическая польская дача. Ну что, нормально, прикольно. Мне нравится. Супер. Вот такие вот кладки здесь поставлены во многих местах. Я люблю. Спасибо. Спасибо. Что за третий? Так. Спасибо. Спасибо. Вот такие мини-подходики здесь во многих местах расположены И каждый из них, что удивительно, используется как мини-пляжик У нас бы в голову такое людям не пришлось Здесь бы мог сесть разве что какой-то рыбак Это бы для него считалось лакшери-место Сейчас забью какого-нибудь мужичка Водолаза веслом забью Ой, благо у меня опыта уже достаточно В Украине напрактиковался на своей лодке Ну конечно не могу сравнить даже от стеклопластиковая лодка и надувная А стеклопластиковая намного более стабильно себя ведет Но надувная намного более компактная, что для меня было важно в Украине И главное всего 30 злотых час Это нормальная для Польши цена Конечно в Украине я бы на это упал и бекал Но тут я уже понял, что это очень дешево для данной местности Я вам показывал с берега почти каждое место такое вот небольшое Оно используется как мини-пляжик Но они практически не оборудованы То есть там может быть какая-то кладка, но ничего более А вот вам и весь пляж, который позиционируется как пляж с 9 до 19 Можно сказать практически all inclusive, все включено Это озеро это как одна маленькая затока Днепра Причем вообще очень маленькая Или как конка Я понял, что мне это напоминает конку Вот просто точь-в-точь Оценка успеха Хотя нет, не хочу У нас бы прыгали с этого моста и купались Но здесь только каких-то, ну это по мнению поляков Особенно польской полиции Двое каких-то отбитых маргиналов и экстремалов Плавают под этим мостом Ну а вообще, ну может быть здесь мелко Но я вообще не видел, чтобы они здесь с мостов прыгали Что это вообще за бред? Почему вы не прыгаете с мостов? Теперь пляж с берега Правила поведения на пляже, добрые манеры Ну там много еще написано Заказ костров поленья Заказ грилевания Заказ ужить алкоголю Заказ выгулу собак Заказ Типа ранее включение колонок Заказ Выкидание смеття Также здесь есть тренажерочка Под открытым небом И переодевалка Вдалеке мы видим волейбольное поле Что я считаю чудесным Потому что волейбольное поле Это всегда хорошо И также мы видим Сам пляж Идемте поближе Пока мы плавали на лодке Людей поубавилось И пошел дождь Так, здесь есть табло Пляж работает с 9 до 19.00 Я вам об этом уже говорил И табло прямо как в Турции Якость воды Сдатна до купели Классификация воды Добрая якость воды Короче, для купания Досконало 3 звезды Добра 2 звезды Достатня 1 звезда И недостатня 0 звезд Да А сколько тут звезд Ладно, это не важно Здесь 2 звезды А, да Тут 2 звезды Добра Значит, температура воды 24 Табло, как в Турции Ой, нет Это температура воздуха 24 Температура воды 25 Сила вятру 0-1b Исследование Якости воды Ну вот Как я понимаю На Висле нельзя купаться Из-за якости воды Поляки Вам самим-то не обидно? Если вы не смогли Рассмотреть На первом табло Вам поставили Второе табло И Если вы не рассмотрели На нем Вы можете обернуться Назад Пройти 10 метров И там будет Третье табло Тут вы, конечно Турцию победили Три табла на 10 квадратных метрах Это просто победа А не лучше ли было Вместо трех Таблов Завести песка Красивого и чистого А лучше гальки Я гальку люблю Сейчас мы вам покажем Чудное качество водички Просто шедево Пляж мы покидаем Такое вот живописное место Здесь есть Мне нравится В черте города Частный одноэтажный Двухэтажный сектор Такой вот Ну в общем Малоэтажный Скажем так Приятно Не режет Взгляд Глаз Потому что Заходишь в центр Варшавы Смотришь на это Стеклянное Нечто Высотой Далеко за 30 этажей Наверное И понимаешь что Не ну это Какой то Бред Я не люблю Многоэтажки Хотя если бы Мне предложили Не хочешь ли ты Забрать бесплатно Пентхаус На последнем этаже Такой Я бы точно не отказался Я думаю Я бы их даже Сразу полюбил Здесь много Заброшенных домов Хотя на мой взгляд Район очень привлекательный По своему опыту По своему опыту Итальяноведения Один раз Я видел Италию Из окна машины Вот приблизительно Так выглядят Заброшенные Итальянские дома Большие Красивые Ну и в этом Очень Такого Шарма Много Вообще Мне очень нравится Италия За то что Она вся такая Ну Там есть идеально Вылизанные Такие дома Есть вот такие И они стоят Посреди поля Посреди запущенных Виноградников Можете себе Представить Как это прекрасно Это надо Один раз Увидеть Вживую Но вот это Это прям Копия Тех итальянских Домов Показал вам Еще один Небольшой Райончик Варшавы Который Обычно Не попадает В обзоры Известных Блогеров Всем пока Подписывайтесь Субтитры Субтитры